За последние 60-70 лет у нас столько было денег, что можно было профинансировать проповедь в Англии в любой стране по всему миру. Но в Северной Америке была проблема. По мере того, как все больше и больше людей вестились в Африке, и в Южной Америке, и в Интерамерике, в Генеральной конференции уже не только американцы были. И сегодня даже большинство представителей в Совете Генеральной конференции не американцы, а не туристы. И поэтому те решения, которые они принимали, они уже шли за пределы Америки. У американцев были все деньги практически. Но теперь уже решение, как их тратить, больше было у тех, кто живет в Африке и в Южной Америке. И поэтому начали говорить, что, ну, вы можете себе голосовать, но деньги останутся здесь. Мы будем строить больше лагерей для молодежи. Больше заняты церквей будем строить. В Африке можно делать что хотите, в Америке Южной Америке, но деньги останутся здесь. И поэтому мы, американцы, начали деньги на себя тратить. И больше благословений начали уменьшаться. Потому что Бог для того благословил Америку, чтобы дело его совершилось в других странах. И чем больше американцы стали на себя тратить деньги, то тем сильнее отразилось это на деле Божьем за границей. Но так же и дело Божье посадковало. Потому что и сестра Уайт говорила, что состояние наше и наше духовное здоровье во многом зависит от того, что происходит за пределами Америке. Два года назад, Калифорния, Иллиной, Иллиной и Флорида им пришлось уволить 60 пасторов, потому что не было денег оплатить. Самый богатый дивизион в мире вынужден был уволить 60 пасторов. И сегодня, когда миссионеры возвращаются домой в Соединенные Штаты, миссионеры говорят, Миссионерам говорят, больше в церквях денег не просите. Мне это говорили. Я, будучи миссионером, слышал это. Но если не помогать работе за пределами Соединенных Штатов, то это убьет духовную жизнь в Соединенных Штатах. И единственное, как можно расти, это когда ты отдаешь. И жить для того, чтобы исполнить миссию, для того, зачем мы вообще нужны. Сегодня 2008 год. Аэробиумика Соединенных Штатов, по предназам, должна вскоре разрушиться. Любой кризис. Как только еще будет какая-то потея, доверие к доллару, этот шарик лопнет. И это может произойти уже даже в конце этого года. Это может произойти все еще в этом году. Если Бог будет милостив, и сотворит чудо, может быть, три года еще пройдет. Но что произойдет, если экономика Соединенных Штатов расслабится? Все банки закроются. Все предприятия закроются. Не будут уже машины свозить продукты в города. Начнется голод, начнется рост преступности. И какое-то время мы станем страной, где будет править полиция. Уже не будет ни десетин, ни приношений. Церковь не будет ничего, чем платить своим работникам. Все резервы, которые церковь имеет в банке, мы потеряем. Резервы, которые церковь имеет в банке, будут потеряны. Все расслабления, которые американцы имеют в банке, будут потеряны. И даже пенсионные накопления, которые американцы имеют в банках, будут потеряны. И это называют Великой Американской Депрессией. Такое название. Что происходит, произойдет с работы за пределами Синя? Поглияет ли падение экономики США на другие страны? На Китай повлияет или нет? Все, кто связанно экономически и производственно Соединенными Штатами, также будут тонуть вместе с Соединенными Штатами. Если вы приковали себя церковью к Китанику и он тонет, то вы пойдете за ним. Хорошо, но как это относится к нашей работе здесь, в Украине? Все факторы указывают на то, что это последний покоритель. Но есть еще другие факторы, которые указывают на практически следующие десятилетия. До 2010 года или вскоре после 2010 года что-то должно произойти. И вот как это повлияет на нас. Пророчества исполняются на наших глазах. Политическая ситуация в мире уже готова к последнему кризису. Экономика уже находится на грани разрушения буквально в считанных месяцах или годах. Рим и Соединенные Штаты Америки закрепили прочное отношение. Но все еще есть свобода для работы. Америка уже сегодня, даже согласно законодательству, не является основной свободой. Сегодня в Соединенных Штатах Америки вас могут арестовать, могут допрашивать, пытать, даже убить и не сказать вам зачем. Америка уже говорила как дракон. Сегодня уже Америка начала выглядеть как дракон. Мы подошли к концу. Что же делать можно? Систер Уайт есть очень ясная вещь от Господа через Альбовая. Она говорит, у меня есть вещь от Господа для народа. Просмитесь! Расширьте свои пределы. Что первое должно быть? Просмитесь! Поймите, что происходит вокруг вас. Не живите такой расслабленной духовной жизнью. Поймите, кто вы. Серьезно относитесь к этому. Пусть целью вашей жизни будет укреплением взаимоотношений с Иисусом Христом и исполнением миссии. Это единственное, что имеет значение. Если вы упустите эту возможность, я не гарантирую, что будет еще одна. Возможно, Господь даст вам еще одну и мне еще одну. Но никто не может гарантировать это. Есть возможность. И в книге «Служители Евангелия» есть его на русском языке. 133-135. Очень важно прочитать эти страницы. Мы должны действовать, когда есть золотой момент. Как только есть какое-то изменение в весах, нам необходимо сразу же действовать. Господь показал мне, она говорит, что величайшие победы и величайшие поражения решались в мгновении ока. Подумайте об этом. Величайшие победы и страшнейшие поражения решались за минуты. Наполеон сказал, что когда два генерала воюют, внезапно появляется окно возможности где-то в 10-15 минут. И генерал, который пользуется этой возможности и тот, который рискует больше всего победит. Точно так же в христианской жизни. У вас есть возможность. Возможно, это ваш последний год чтобы вы можете так легко и свободно работать. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что это не так. И я молюсь, чтобы Бог дал еще 2-3 года. Не потому, что я не хочу, чтобы Иисус пришел. Я очень хочу, чтобы Он пришел. Но когда Он придет, я хочу, чтобы урожай Он вошел большой. Чтобы те, кому можно спасти, спасли. Дело будет кончено. Но урожай будет больше, если мы сегодня будем сеять больше. И сегодня можно еще свободно сеять. Ваше время, Ваши ресурсы, Ваше влияние, Ваша концентрация, Ваша основная цель в жизни это сажать семя. И развивать взаимоотношения, развивать свою зависимость от Иисуса Христа. Если у Вас есть много денег, то эта проповедь, наверное, поставила Вас в заприкнительное положение. Я знаю, что в Украине нет много людей, у которых было много денег. Поэтому возможно, здесь среди нас нет таких людей. Но я проповедовал об этом в Америке. И вот в Сомране сидел один. Вернее, не один, а по крайней мере 10 человек было. У которых было где-то 10 миллионов долларов до миллиарда. Может быть, 500 миллионов. И очень интересно было видеть реакцию тех, кто много имеет. Потому что, если осознаешь реальность сегодняшнего положения, что можно это все очень быстро потерять, то сердце начинает биться. Если это правда, то очень мало осталось времени, чтобы мудро распродиться этими книгами для Бога. Но Вы не хотите, чтобы это было право. У Вас есть планы Свои. Есть другая реакция. Можно разозлиться. Это не правда. Экономика хорошо развивается. Ничего так быстро не произойдет, как Вы говорите. Вот два варианта. Можно смириться перед Богом и сказать, Господи, прости меня за то, что я тебя заставил и долго ждать. Или можно закрыть глаза и сказать, неправда, я не верю ни слова. Всегда так. Когда Иисус был на этой земле, одни люди видели доказательства того, что Он Сын Божий. И люди видели, что это не Сын Божий. Всегда есть два варианта. Два варианта, вернее, выбор есть всегда. Смиритесь перед Богом. Просите, чтобы Он контролировал Вашу жизнь. Отдайте Ему контроль над Вашими ресурсами и Вашими временами. Сконцентрируйтесь на том, чтобы приготовить. И это единственный ответ, который приведет к Вашей жизни. Any other response means you go down to the ground. Всякий другой ответ приведет к тому, что будет смерть вместе с Итаном. Понимаете, о чем я говорю? Если у Вас нет много денег, будьте благодарны. Какая прекрасная возможность, это у Вас есть, и начать доверять Богу сейчас. Я очень рад, что мне нечего терять, кроме старой машины. Это единственное, что у меня есть. И кому нужна старая машина? А все остальное, все принадлежит Богу. Все это вложено в Его дело. Семьяная ферма, которая у нас была, она уже была заложена, и деньги пошли в наложье дело. Родители сказали, когда мы оставим это все, какая нам будет разница? Все равно нам не принадлежит. Мои родители поехали в Боливию, буквально недавно построили четыре телевизионные станции. Мои родители настолько хотели быть на небе, они начали считать, сколько людей попадет в долг для осужения. Есть еще одна интересная идея. Если у вас есть много денег, или даже немного, и вы вкладываете в Божье дело, куда он Бог покажет. Чем ближе вы будете к небесам, тем ближе вы будете к своему богатству. Но если деньги будут на земле, то чем старше вы становитесь, тем дальше вы отходите от своих денег. И поэтому, если вы их пошрете на небо, то вы будете все ближе и ближе к ним. Если вы их оставите на земле, то вы будете все дальше и дальше уходить. Вот почему Иисус сказал, «Не храните деньги на земле, где моль и ржавчина истребляют». Большинство из нас не переживает за них. Но вы знаете, что даже бедные люди любят их. Есть мало, но я их люблю. Нам нужно научиться открывать руки. Господи, все это Твоё. Скажи мне, что Ты хочешь, чтобы я делал? Сделай меня Твоим управляющим. Хорошо, давайте мы подведем итог. Есть кризис, который указывает на наше поколение. Нет, которые пророчества исполняются прямо на наших глазах. У нас еще немного есть воды. Но ее надолго не хватит. У нас еще есть машины и бензин. В будущем этого будет все меньше и меньше. У нас еще есть самолеты. У нас сегодня есть еще свобода задействовать телевидение и интернет. Но это не будет вечно. В Венесуэле мы почти потеряли все. Президент страны в декабре прошлого года провел референдум. Слава Богу, что он проиграл на этом референдуме 49-51%. 49-51%. И если бы он победил на этом референдуме, то президент Чавес стал бы диктатором до конца своей жизни. В стране закрыли бы весь интернет. Отменили бы мобильные телефоны. Все школы принадлежали бы государству. И все дети, начиная с шести лет, принадлежали бы государству. Видите, что происходит в мире? Девушки и слева, и справа заходят. Чтобы отнять людей свободы. Но Бог чрезвычайно умен. Конечно же, он умен. И он знает, как действовать в политике. Сегодня Северная Америка и Рим уходят вправо. И Бог позволяет Южной Америке уходить влево. Рим готов сегодня действовать в Северной Америке. Контролировать Верховный Суд. У них огромное влияние на президента. Все, что они хотят, Буш поддержит. Но они не могут начать действовать в Северной Америке, потому что Южная Америка ускользает. И теперь они немного оставляют свои дела в Северной Америке, чтобы навести при этом Южной. Чтобы дать Божьему народу еще чуть-чуть тренинг. Пока они заняты разборками между собой, Божий народ может трудиться. Северная Америка готова к финансовому кризису. Но Бог еще оттрачивает. Нет, еще нет. Почему? Чтобы вы еще имеете возможность, и я имели еще возможность трудиться. чтобы еще наладить работу и других событий. Есть сегодня момент срочности. В прошлом году я три раза был в Испании. И я проповедовал эти рессии. И испанцы, и много руманинцев есть. Они живут в Испании. И они пришли ко мне и сказали, «Мы хотим что-то делать, покоющий мозг». И они собрались, и они начали обсуждать, что мы можем для Испании сделать. И у них два плана созрел. Они собрали много DVD-дисков. Они купили копировальные машины. И они начали копировать тысячи, тысячи, тысячи DVD-дисков. И они начали стоять и раздавать. Если вы раздаваете человеку таблет, они не хотят, они выросли в эту таблетку. Сегодня, если людям раздавать литературу, они его выбросили. Но если дать им DVD-дисков, они пойдут домой и посмотрят. И они начали раздавать различные программы. И они говорят, «Давид, мы что-то не очень себя хорошо чувствуем. Мы, наверное, нарушаем законы авторских правах». Все проповедники, которые проповедуют, мы просто тиражируем и в проповеди раздаемся. «Мы что-то не так делаем?» Я говорю, «Нет». На трехангельскую весть никто авторские права не может взять. «Каждый проповедник, который проповедует эту весть, не может присвоить ее себе». «И если он возьмет на нее авторское право, значит, что это становится его весть, а не Божьей весть». «Мессanges from God cannot be copyrighted». «Божью весть на Божью весть нельзя претендовать». «Этотому я говорю, продолжайте». «Если вы найдете проповедь, истинную проповедь, копируйте и оставайтесь». «И в одном городе они раздают почти тридцать тысяч висок». «Он действует». «The neighbors are making it. Соседи берут, истинные». «И они меняются». «И затем они сказали, «Мы хотели бы выйти на спутник в эти видео». «Где мы можем в Европе поймать сигнал, чтобы на испанском сигнал». «Я говорю, из Боливии мы транслируем нашу Европу западную». «Вы можете бесплатно служить в Европе». «Они пошли к компании, которая занимается транслиацией сутников. «Как же сколько это стоит?» «Мы хотим, чтобы в Испании и по всей Европе весь звучало». «20 000 евро в месяц». «That's a lot of money, isn't it?» «Так и нет». «How much money is that in local currency?» «20 000 евро. «20 000 евро, сколько это на местные наши европейцы?» «100 000, а 8 000?» «100 000, а 8 000?» «160 000?» «160 000, 160 000, 160 000 в месяц». «Ах, that's a lot of money.» «Новый день». «You think God can do it?» «Как вы думаете, Бог может этого сломать?» «I told them, if you get started, God will figure out how to do it. If you do your part.» «Если вы начнете, то Бог нас надержит». «So, I went over in November of last year. И я в ноябре прошлого года был опытным. И я встретился с ними. И мы обсудили технические вопросы. Компания, транслирующая спутниковое вещание, подписала первое. И мы должны были подписать пятилетний контракт. «Дэвид, а почему бы на 1 год не подписать дешевле?» «Нет». «Через год, если время продлится, я думаю, что продлится». «У вас контракт закончится, и вы не сможете еще остаться». «Может быть, на 3 года назад?» «Нет». «Никто не знает, сколько времени пройдет». «Минимум 5 лет». «Дорога, мы подписали контракт на 5 лет». «Это означает 5 лет, 20 тысяч в месяц нужно платить». «И после того, как подписали этот контракт, казалось, что ад вышел из глубины земли». «Я знал, что что-то не так». «Одна женщина позвонила мне, она начала кричать на меня». «Я дал своей жене послушать, говорю, это как демоны». «И я просто 45 минут слушал, как она кричит». «Всевозможные проблемы в церкви начались». «И люди начали критиковать друг друга, началось противоборство». «И мне пришлось поехать в Италию, там было две молодежные конференции». «И пришлось даже на 2 дня раньше уехать, чтобы поехать в Испанию и успокоить людей». «И все говорили, давай подождем, до января и февраля». «Нет». «Дьявол знает, что что-то должно произойти». «Чем больше проблема, тем больше победа будет». «И поэтому, видимо, дьявол понимает, что в январе закон изменится, и он не хочет, чтобы на январе поправить». «И они говорили, давай, давай просто спешить, давай чуть-чуть подождем». «Но помните, что тот генерал, который рискует больше всего, побеждает». «Мы не живем во время мира, а во время войны». «И я говорил, духовно». «И я говорил, мы подпишем этот контакт». «И я чувствовал прямо какое-то напряжение. Три часа ехал в машине, чтобы встретиться с ними, и я молился всю эту дорогу». «И я открыл компьютер свою, и я включил мою звуку прекрасную музыку, чтобы она играла и Дух Святой мог наполнить эту машину». «И к тому времени, когда приехал Мадрид, Дух Святой все контролировал». «Все прошло прекрасно, контракт был подписан». «Мы начали трансляцию». «Через четыре дня». «Опять начались проблемы, опять начались сборки». «Все уладили». «Через две недели». Некоторые члены Совета «Решили прекратить трансляцию». «И они даже написали обращение к компании снять трансляцию». «Я был в Боливии». «Директор вещательной программы позвонил мне». «Что с вами адвентистами такое происходит там?» «Вы что, не знаете, у вас хороший сигнал, и людям нравится». «Программа, что они могут успокоиться между собой?» «Что с вашими людьми?» «Я говорю, простите». «Я не мог ему сказать, что сатане не нравится». «Я говорю, можно ли мы новый контракт поставить?» «Он говорит, пришли мне письмо, я тебе доверяю лично». «И в этом письме гарантируй мне сам, что все будет дальше хорошо». «И если ты не пишешь это письмо, то я отключу сигнал сегодня». «Господи, я?» «У меня ничего нет». «Но я помещу себя туда, куда ты себя поместил на хейс». «Я подписал этот контракт, и я выслал его». «И они, вернее, письмо подписал, и они продолжили вещать». «Я позвонил в Испанию, вскоре там новый совет заорганизовали». «И они выплатили деньги все тому старому совету, и они теперь стали руководить этим проектом». «И никто не понимал, как они выживут». «Но они сказали, ответ в молитве». «Ответ не в том, чтобы стоить друг друга». «Каждый раз, когда у нас напряженное отношение, нам нужно молиться». «Это то, что они сделали». «Как только наступал кризис, они становились на коленях». «Три раза в неделю собирались дома и молились вместе». «И уже шесть месяцев прошло». «Каждый месяц, каким-то образом, мы можем выплатить 20 тысяч евро». «Но герой, мыになлить, что эти логи изменятся». «И в дневнадьер, нам сообщили, что закон про финансы». «В Пятьсвейне, это проще совершенно легально иметь новый телевизионной станции с телевизионной стейлой без пересчетов. «Запрективы открывайте свободу с кредитами, канала без 솔직ного разрешения на правительство». «В Дево» знает, что эти логи изменятся. «Дьяволносо закон будет меня». Если мы дождались до января, мы не смогли бы трансферовать хиппограмм. Вы должны увидеть момент, в золотом моменте, что нужно сделать свои решения. Необходимо пользоваться этим золотым моментом. И чем больше проблем возникает, тем больше будьте уверены, что вы правильное решение приняли. И вы знаете, когда я вижу проблемы, это даже меня вдохновляет. И этот кризис был очень большой, но я чуть не умер. И я чувствовал себя приоритетом, по крайней мере, безмерти. Но сегодня очень много людей из Испании приходят к церкви и говорят, можете нам больше рассказать, потому что мы там по телевизору слышали кое-что. И вскоре две компании, которые транслируют кабельное телевидение, будут транслировать наши передачи и покроют 80% населения Испании. Испания – это наиболее католическая страна в мире. И совершить работу в Испании – это все равно как лун когда-то в Каламерике. Как вы думаете, что Бог хочет достичь людей в Украине? Как вы думаете, призывайте вас Бог достичь людей в Украине каждого человека? Вы должны понимать, что все начинается с вашего сердца. Сначала в вашем сердце. Весь этот для Божьего народа спешит. Возьмите, пробудитесь. Питайте только духовной пищей. Доверяйте Богу, молитесь вместе, планируйте, просите Бога благословить ваше благородие. Направить вас, и идите на эту бит. Идите на эту бит. Украина принчет план, потому что вы – Божий народ. И Он хочет, чтобы вы достичь каждого человека. Желаете ли вы это сделать? Вы хотите в Украине? Вы хотите? Да, да. Это будет кое-что стоит там. Это будет кое-что стоит там. Иисус также заплатил цену. Наполеон. Есть определенные затраты, которые есть. Не волнуйтесь. Нет боли, нет преобладения. Если вы хотите золотую медаль, значит, вам нужно чем-то пожертвовать. Если вы хотите совершить работу в Украине, то вам будет кое-что. Но победа очень сладка. На этой неделе мы больше будем изучать свои принципы. Как добиться успеха в стране? Сколько у нас времени осталось? Сколько у нас времени осталось? Сколько у нас времени осталось? Не сейчас, а вообще. Я не говорю о том, что Иисус придет за это на будущее в следующем году. Вы понимаете? Мы говорим о кризисе. А после кризиса будет пришествие Христа. Может быть, когда будет кризис? Да. Может быть. Но мы должны молиться, чтобы это не было в этом году. Чтобы Бог еще был много времени. Но если не будем молиться, то есть некоторые вещи, которые Бог не сделает. Сестра Вайт говорит, А когда мы увидим приближение кризиса, мы должны трудиться и молиться. Есть ли у нас время, чтобы развивать большой бизнес? Нет. Время Божьему народу пришло, чтобы отпускать управление из своих рук. Все равно все потеряешь. Как Бог говорит, что она может быть. Сестра Вайт говорит, что нам нужно спрашивать Бога, когда и что продавать. Он скажет вам. В семье своей. Сделайте Бога. Поставьте Его на первое место. Будьте примером для своих детей. И если вы ребенок, будьте примером для родителей. Имейте большие планы. Поймите, что у Бога есть большие планы для вас. И не смотрите на часы. Бог блесит вас. Давайте помадимся. Поймите, что у Бога есть большие планы для вас. Поймите, что у Бога есть большие блага. Мы хотим благодарить вас сегодня. Мы затянули наше служение. Но мы ожидаем твоего пришествия скоро. Мы желаем совершить то служение, которое ты приготовил для вас. Помоги нам, чтобы мы не остались со своими неиспользуемыми ресурсами. Помоги нам расставить приоритеты и оценить те духовные преимущества, которые ты нам дал. И миссию, которую вы поручили. Дай нам возможность достичь каждого человека в Украине. У нас есть прекрасная десть. Это самая прекрасная десть, которая никогда бы была дана на этой планете. Наполни нас Духом Церкви. Помоги нам понять это великое поручение. Преимущество жертвы. Мы благодарны за время, за это короткое время, которое ты даешь, чтобы приготовиться. Мы будем еще дать нам времени, чтобы достичь тех, кого мы желаем достичь. Благодарим тебя за любое имя, Господь. Благодарим тебя за любое имя, Господь. Аминь. Продолжение следует...